Всем привет! Это Константин Лисицын и Бюро Stories. Уже совсем скоро, 27 и 29 июля, состоится трехдневная конференция по старту и развитию бизнеса. А я за Шабудинова, Концентрат 22. Там вы получите предельно высокую концентрацию мотивации и реального опыта ведения бизнеса. Три дня, вы представляете? Целых три дня человек говорит практически без установки. Это удивительно, но как же ему удается удерживать внимание и вовлекать каждый месяц в течение трех дней огромной аудитории людей? Я предлагаю разобрать одно из его выступлений для того, чтобы понять их. Привет, друзья! Скажите, пожалуйста, кто из вас когда-нибудь прыгал с парашютом, с тарзанки, с мостов в Сочи, я не знаю и так далее? Поднимите руки. А я начинаю свое выступление с вопроса. Вопросы – это очень мощная штука для вовлечения. Когда я его спрашиваю, который час? Многие из вас посмотрели на часы, кто-то задумался об этом, но каждый из вас вовлекся в процесс. Но здесь А я задает не обычный вопрос, а задает вопрос, обращаясь к личным опытам. То есть он спрашивает, а кто из вас прыгал с парашюта, с тарзанки и так далее, для того, чтобы вы вспомнили каждый этот момент в своей жизни. Конечно, немногие люди прыгают с тарзанок, с парашюта, я в том числе не делал этого. Поэтому в этом варианте можно было воспользоваться какой-то более глобальной вещью. Что-то такое, что люди тоже делают впервые, но не с первого раза. Возможно, признаться в любви. Сколько смельчаков. Вот наверняка вы испытывали ощущения, которые испытывал я, когда первый раз прыгал с парашютом. А еще задавая вопрос, он сам поднимает руку, для того, чтобы продемонстрировать, какое действие он ждет от аудитории. Это очень часто используемый прием вовлечения, поэтому пользуйтесь им. Я помню, мы с ребятами такие, типа, ну давай, 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 чего, прыгнем? Вот, я говорю, давай, без проблем. Я очень легко принял решение, и вот мы оказались в самолете. Если вы не знаете, а как начать ваше выступление, сделайте как АЯТ. Начните с истории. При этом АЯТ не совершает ту самую ошибку, которую совершают большинство спикеров. Начинают с очень длинной предыстории. Он начинает сразу же с действия и использует прием, который часто используют как в литературе, так и в синематографе. Это начать с диалога. Когда мы используем в своих историях диалоги, то тут же наши слушатели представляют образы людей, которые общаются друг с другом. Тем самым мы создаем максимальное вовлечение. Также АЯТ, как истинный старительер, использует мощнейший прием вовлечения, который есть в старительнике, это наличие конфликта. В самом начале, во время диалога, мы слышим фор АЯТа и друзей, прыгнешь-не-врыгнешь. И нам сразу хочется дослушать до конца, с чем все это закончится. У нас там, ну то есть я, мои друзья, одноклассники. Я лечу в этом самолете, это было в Ижевский аэропорт, не помню, Пирогово что ли. И старенький самолет. Итак, что же нам еще припас АЯТ? Какие еще приемы вовлечения он использует? Здесь он использует так называемый скачок во времени. Когда наш мозг перемещается с одного пространства в другое, ему необходимо сделать дополнительные действия, запустить нужные нейроны для того, чтобы мы быстро переместились. Это тоже один из приемов вовлечения, который есть в Сурицелинге. При этом он сразу описывает то новое место, где мы находимся. Мы летим в стареньком самолете. Сразу все представили какой-то старенький, зеленый, возможно, такой пошарпанный кукурузник. Дальше он говорит, это было в Ижевске. Аэропорт Пирогово. Зачем он это делает? Для того, чтобы мы поверили в его историю. Если он не добавляет деталей, то мы все меньше и меньше верим в то, что человек рассказывает. Говорится, дьявол в деталях. Я смотрю, как мои друзья пропадают. То есть они делают шаг и так их... Я не знаю, я их увижу еще или нет. Прошло всего 30 секунд выступления Яза, а мы уже услышали и увидели огромное количество приемов. И вот он добавляет еще один. Это описание действий, создание визуализации. При этом многие рассказывают о своих историях в прошедшем времени. Но наиболее эффективно делать это в настоящем. Как в примере Яза. Он говорит, я смотрю, как мои друзья исчезают. То есть, когда я использую данный прием настоящего времени, то каждый слушающий меня это представляет из своих глаз. Как будто играет в компьютерную игру, в какую-нибудь Doom, стрелялку, когда идет вид из глаз. Поэтому, когда вы говорите, я смотрю, я вижу, передо мной пролетает, это все происходит не со стороны, а как будто это происходит с вами. А также он использовал описание действий. Когда он описывал, как они пропадают из самолета. Выпрыгивают, исчезают. В это время задействуются двигательные нейроны в нашем мозге. И опять же, вовлечение увеличивается. И приходит моя очередь, я подхожу к этому краю платформы. Огромная высота, я прыгаю один без инструктора, я смотрю вниз. И у меня ощущение, что подо мной такой Google Maps, такая карта. И мне очень страшно. И в этот момент я думаю, господи, зачем я согласился? Аналогия и метафоры. Это просто сумасшедший коктейль для визуализации. Можно передать одним словом, одним словом, читанием и огромное количество действий. И ощущения, и эмоциональных состояний, и сенсорных ощущений. Здесь Аяз, вместо того, чтобы сказать, что было очень высоко, он просто говорит, что я, посмотрев вниз, увидел Google Maps. И это нам все сразу сказалось. Мы сразу поняли, как высоко и как возможно там было страшно. Дальше тут же он описывает свои эмоции, свои ощущения. И мы тут же представляем испуганного Аяза, который стоит и смотрит вниз. Кстати, этот же прием, описание эмоций, он использовал и в начале выступления. И в конце в этом отрывке он использовал еще один дополнительный прием вовлечения. Это монолог. Монолог самим собой. Это не эсэ, когда идет размышление на тему, а это именно монолог, когда ты задаешь себе какие-то вопросы и проговариваешь своему внутреннему подсознанию что-то, и сам же на это отвечаешь. Первым это стал использовать Шекспир, за что ему огромное спасибо. А прекрасно этим методом во время выступлений пользуется Аяз Шаузенов. И сегодня, когда я зашел в зал Олимпийского, я вспомнил те же ощущения, которые были. Я подумал, зачем я согласился. Потому что здесь какая-то магическая совершенно атмосфера. Но зато вместе с этим я вспомнил, как кайфовал я во время полета. И надеюсь, что те 40 минут, которые у меня есть с вами, они тоже дадут немножко магии и волшебства. Потому что сегодня я подниму такую интересную тему, о которой почему-то в принципе мало говорят о бизнесе. Дальше Аяз переключается с историей на текущее событие и описывает свои эмоции, какие он испытывает сейчас. Но каждого мучает вопрос, а ты прыгнул или нет? И это еще один эффект вовлечения, так называемый прием зайгарника, который гласит, что человек лучше запоминает прерванные действия, чем завершенные. Но если вы вспомните любой сериал, где на самом интересном месте он останавливается и напишут, продолжение следует. И нам хочется досмотреть этот сериал. Так же и здесь. А я прервал ненадолго свою историю, для того, чтобы рассказать про текущее событие, текущие эмоции. И только потом к нему вернуться. Но тем самым он опять нас вовлек. И в конце, то, что нужно говорить во всех ваших историях, в убеждающих историях, это зачем? Зачем вы это рассказали? И Аяс это проделает. Объясняет, что эта история ему напомнила те же самые эмоции, как и текущее выступление. Дальше он переключается этой историей, с этой темой выступления на следующую. И опять же создает небольшой интригу, конфликт. Но сейчас я буду рассказывать вам на интересную тему, которую почему-то очень редко затрагивают. Па-бам! Интересно, что это за тема? Тоже он отвечает, бизнес, и хочется понять, а что же тогда не рассказали другие спикеры? Что знаешь ты? И опять наше вовлечение растет. Друзья, какой можно подвести итог? Что Аяс, казалось бы, говорит простыми словами, он не профессиональный спикер, ну, как мы его знаем. Но буквально за полторы минуты он показал, что он гуру вовлечения и публичных выступлений. Потому что всего за такой короткий промежуток, рассказывая историю, он воспользовался около 10 приемами тока вовлечения, чтобы удерживать внимание публики. И так он делает на протяжении всех дней концентрата. С 10 утра до 10 вечера. Он использует различные приемы, чтобы слушателям все больше и больше хотелось слышать. Он дает различную информацию по бизнесу. И постоянно это все чередует историями. Приводит конкретные примеры, где те или другие приемы, которые он написал, можно было использовать. Поэтому и вы используете данные приемы для вовлечения вашей аудитории во время переговоров, объяснения вашему коллективу новых идей, а также в постах ваших социальных сетей либо в блоге. Переходите по ссылке под этим видео для того, чтобы узнать еще больше приемов вовлечения и убеждения через истории. Шесть бесплатных видеоуроков специально для вас подготовил Константин Лисицын и Бюро Stories. Продолжение следует...